Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Вот сейчас ночь, начало 28 октября 2020 года, и вышел новый указ от Непотребнадзора и новые перлы от Поповой, или Поповой, как её зовут, руководителя вот этого Непотребнадзора. И сразу паника, и сразу крики, шум, и вот не успеваешь только с одним разобраться их перлами, как тот же выскакивает, как пирожки они пекут, новый, свежий вот этот. Ну давайте мы с ним ознакомимся, потому что все уже про него говорят. И опять-таки, вместо того, чтобы перейти к следующему видео, мне приходится вот этим заниматься. Ну а что делать? Потому что мне сейчас на него ссылаются, что вот всё, всё, всех, всех, всех тут вообще замордует. Здесь это официальный интернет-портал правовой информации «Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020.31 о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Зарегистрирован 26.10.2020, номер 6563. От главного врача. Да, ну давайте посмотрим. Вот главный государственный санитарный врач Российской Федерации. «Постановление от 16.10.2020, вот он зарегистрирован, а 26.10.2020 о дополнительных мерах в связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции, хотя они уже сказали, что нет никакого глобального распространения по Москве, вот уже и СМИ уже даже передают, что у Москвы-то как раз там все спокойненько. Но нет, значит, ну маски надо продавать как-то, бизнес все-таки, они же бизнес, это же торгаши, юридические, коммерческие лица, этот Роспотребнадзор, мы уже в фильмах это изучали, что у них УГРН на единичку начинается, то есть они коммерсанты, и бизнес ничего личного. Значит, в связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в цели, хотя он везде пишется по-правильному, вот СССР Собянин, то он по-правильному пишет, «Инков-2019», а здесь мне все-таки пишут COVID-19. А сейчас уже, наверное, должен быть COVID-20, или все, 19-то идет. В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской Федерации в период сезонного подъема, о, правильно сказали, сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в соответствии со статьей 31 под пунктом 6, пункт 1, статья 51 Федерального закона 30.3.1999.0 номер 52 ФСЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, собрание законодательства Российской Федерации и так далее. Первое. И вот на этом все и споткнулись. Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и лифтах. Второе. Высшим должностным лицам, субъектам Российской Федерации, руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления, а также исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, рекомендовать. Значит, здесь у нас, мы сейчас это все обсудим, высшим должностным лицам, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации в скобочках, руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации. Итак, у нас исполнительной власти обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления. То есть она, здесь вот этот непотребнадзор, он выдал постановление, а также исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, рекомендовать. Значит, еще раз вчитываемся. Обеспечить контроль за исполнением пункта 1 и рекомендовать. Ну-ка, что там у нас рекомендовать? Обеспечить своевременное принятие противоэпидемических мер, направленных на стабилизацию обстановки, связанных с распространением. Принятие противоэпидемических мер, принять меры санитарно-эпидемиологического характера, в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий, ограничительных мероприятий, направленных на защиту лиц, относящихся к группам риска заболеваний ковид, в первую очередь людей в возрасте 65 лет, осуществление ограничительных мероприятий. Интересно, что это здесь вот под этим подразумевается, расшифровки нет. Больных хроническими заболеваниями запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания и их приведения, оказание в период с 23.00 до 6.00 утра. Усилить режим текущей дезинфекции. Хорошо дезинфекция. Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения. Вот им что нужно. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить контроль за реализацией настоящего постановления. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить контроль за реализацией настоящего постановления. И вот у нас в пунктах вот здесь вот и санитарные нормы должны быть, но в основном это все будет относиться к лицам. Настоящее постановление вступает в силу со дня следующего иного. И что мы видим? Мы видим тут черную печать и черную роспись. Соответственно, опять-таки, у нас нету синей печати, хотя не могли бы ее сюда поставить. Это копия. Оригинала опять-таки нет. И надо еще там по этой печати проверить. Печать не соответствует ГОСТу. Вот в данном случае, как вот это все представлено, она меньше 4 сантиметров, а по ГОСТу она должна быть 4 сантиметра. 4,5 даже сантиметра. У меня есть фильм отдельный на эту тему с Ленуром Усмановым ГОСТ и Печатей. Соответственно, вот это уже Филькина грамота. В данном случае представлена Филькина грамота. Но мы все-таки посмотрим, потому что они же будут сейчас гавкать. Вот это все сейчас будет стоять. Будут паразиты, вот эти вот бездельники. Будут вместо того, чтобы заниматься каким-то полезным, общественно полезным делом, они сейчас начнут опять чморить население. Давайте вернемся к пункту первому, потому что здесь-то собака и зарылась. Еще раз внимательно читаем. Лица, находящиеся на территории Российской Федерации. Вот поскольку законодательные акты, а здесь у нас постановление, это не законодательный акт, это исполнительный этот непотребнодзор. Исполнители, это постановление, это не законодательный акт, соответственно, к человекам, гражданам он отношения не имеет. Он говорит о лицах, находящихся на территории Российской Федерации. Теперь я хочу выяснить, а что такое лицо, находящимся на территории Российской Федерации? Вообще, что такое лицо? И я иду узнавать в Википедию. Лицо – это передняя часть головы человека. Вот если даже я выйду сюда вот просто, то на Яндекс, да, вот я ищу. Мне сразу выходит, вот я пишу, что такое лицо? Лицо – это передняя часть головы человека, сверху ограниченные границы волосистого покрова головы, внизу углами и нижним краем нижней челюсти, боков, краями ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин. Так, мы переходим к постановлению. Значит, лицо – это часть головы с ушными до ушных раковин. И лицо, которое находящимся на территории Российской Федерации… Стоп, стоп, стоп. Может ли лицо, которое является частью головы, тела человека, а голова – это часть тела человека, потому что у нас есть человек, у нас есть граждане, то есть живые люди, а здесь у нас лицо, находящееся на территории Российской Федерации. Может ли часть тела находиться где-либо, отдельно от человека? Уши отдельно, нос отдельно, волосяной покров отдельно, руки отдельно, ноги отдельно. Может ли? Но только в том случае, если это уже мёртвый человек и его расчленили, так сказать, вот в таком случае он может находиться. Если речь идёт о живом человеке, соответственно, здесь грамматическое совершенно, физиологичное, здесь всё неверно написано, здесь не по правилам русского языка и уж тем более не законодательный акт. Ну, поскольку это постановление непотребнодзора, мы уже понимаем, что они с русским языком не дружат, и с логикой они не дружат, и вообще они с разумом не дружат. Это уже очевидно уже стало, потому что такие перлы выдают, ну, просто вот… Жаль, Задорнов ушёл, вот для него это всё, конечно. Значит, лицам, находящимся на территории… А как бы должно было правильно написано? Я бы считаю, что должно было бы написать или людям, или гражданам. То есть тогда бы было сразу понятно, о чём и о ком идёт речь. Какие ещё у нас лица есть? Лицо ещё, оказывается, есть лингвистика. Лицо – грамматическая категория. Ну, вот если мы скажем, что лицо как грамматическая категория, которая находится на территории Российской Федерации, это получается совсем абсурд. Соответственно, скорее всего, лицо – это имеет отношение всё-таки к голове человека. Соответственно, поскольку, если к нам подадут и скажут, что вот здесь написано про лицо, а мы-то являемся человеком. Я, например, человек, я не лицо. Но у меня, как у человека, есть лицо. И дальше, может ли лицо головы человека обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания? Может ли лицо что-либо обеспечить? Обеспечить в данном случае ношение. Может ли лицо, нос или рот, или волосяной покров обеспечить ношение? Не может. Потому что лицо, оно не принимает решение. Оно находится на части тела головы человека. То есть это ещё даже не голова, это просто часть тела. Ну а если мы берём лингвистику, то это вообще грамматическая категория, которая не может ничего обеспечить, потому что она имеет отношение к грамматике. Ну, развлекаемся дальше. Носим, заканчиваем. Что скажете по этому поводу? Какие ещё выверты, кульбиты? Как ещё тут это можно всё преподнести? Ну и давайте посмотрим, как мы будем веселиться все, в общем-то, когда будут толпы, толпы вот этих служак, вот будут останавливать и искать лица, и заставлять лицо ношение, обязывать они будут ношение гигиенических масок. Они будут приставать к лицам, которые являются частью головы или грамматической конструкцией, и обязывать носить гигиенические маски, которые от вирусов, как мы знаем, не защищают, а создают только болезнетворные микробы, огромное количество микрофлору болезнетворную на лице человека, который является частью головы человека. Ну, в общем, продолжаем жить в этом сумасшедшем непотребе, которое нам предлагают так называемые юридические коммерческие лица, у которых учредители Российская Федерация, а у Российской Федерации, как мы знаем, 956 учредителей иностранцев. Ну, вот так, в общем-то, вот так вот сегодня мы живём в такой реальности. Спасибо за внимание. Думаю, вам было интересно, познавательно. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на канал. До свидания.